Службы и ведомства городского округа Люберца отчитались в проделанной работе за минувшую неделю. Текущие вопросы обсудили на очередном заседании оперативного штаба в администрации. 2300 сообщений поступило на прошедшей неделе в Люберецкую полицию. Из 24 уголовных дел, возбужденных за отчётный период, 19 раскрыто по горячим следам. Стражи порядка продолжают нести службу в усиленном режиме. Это связано не только с эпидемиологической ситуацией, но и с проведением общероссийского голосования. Личный состав с 8 утра до конца мероприятия находится на избирательных участках. Завтра также мы заступаем в суточном режиме и до конца голосования будем находиться с избирателями на УИКах. 36 выездов по сигналу тревоги, ликвидация шести пожаров. Результат работы сотрудников пожарно-спасательного гарнизона за последние семь дней. Два возгорания, которые произошли в жилых помещениях на территории Люберец, не обошлись без пострадавших. 23 июня в городе Люберец, посёлок Калинин, дом 16, квартира 5. Также в стадии пожаров пострадала женщина, гражданка 1964 года рождения. Также ожоги первой-второй степени, госпециализированной больницей в Сухонске. В городском округе продолжают действовать антивирусные меры. Ежедневно в местах скопления людей проводится дезинфекция. В санитарной обработке подвергаются детские спортивные площадки и остановки общественного транспорта. При уборке подъезда в управляющей компании по-прежнему используют хлора и спиртосодержащие растворы. Ведётся мониторинг и анализ поступивших обращений в соцсетях по вопросу уборки мест общего пользования и дезинфекции. Как видим на графике, постоянные контроли и выездные мероприятия дают положительный результат. Участники заседания выслушали обращения люберчан, поступающие в администрацию округа. Жители просят привести в порядок участок центрального парка, а также организовать своевременный вывоз мусора по нескольким адресам.